Матч номер 21 начинается, Вриско против Калитина. Нижняя сетка, проигравший, вылетит с турнира. Погнали, первый сит, 8-1-4-5. Так, Калитин ввел сит? Или сделал это так быстро, что я даже не увидел? Окей. Первый раунд, цель сесть на трон. Три, два, один, начали. Так, это у нас глаза, Вриско. Очень крутой скин. И робот. Я слышал, что Вриско купил вообще этот скин у кого-то. У одного автора, который вот как раз этими скинами занимается по этой вселенной. Стоп, у нас нет красного сундука на первом этаже? Вот это интересно. Первый за этот турнир такая ситуация. Не было колбы сегодня в прошлом, по-моему, мочи. Мне, по-моему, тогда показалось, что она была. А вот красного сундука, чтоб не было, это довольно сильно. Потому что револьвером убивать чуть хуже спам был бы, и все. И им бы пришлось идти в Оазис со второго этажа, а не с первого. Потому что, чтобы убить с револьвера, нужно прям почти не миссать. Там, по-моему, два или три промаха можно сделать. Остальные должны попасть. И никак иначе. К слову о преимуществах робота. В Оазисе была лопата, но вот зато у Бигдога трипл. Это, как его, Холмстаг называется. Не вселенная, а как-то франшиза. Ну или вселенная, ладно. Одно и то же, если так подумать. Собственно, Фриско Серкит, это персонаж из этой вселенной, как ни странно. Да, Калитин очень сильно вырвался вперед из-за этого трипла робот-повер. Иногда все-таки могет. Мне показалось, или он сейчас съел лазер-пистол? Я не вижу, очень мыльно. Да, мыльно я у него. Ну, сейчас он съел обрез, это точно. Кстати, там были гланды первой мутации, и Калитин мог их взять, но нет. У них... у него импакт. Ну, в Риске в том, что в Сундуке был Хэви Кросс. Которым у Калитина... Да, у Обреза тир немножко повыше, чем у Хэви Кросс, так что... Калитин и выиграл сначала из-за хорора, теперь он проиграл из-за хорора оружие. Ну, из-за робота. Ой. Я что сказал? Хоррора. Наркоман. Они почти одинаковые. Не важно. Съел обрез, да. Скилл Терези. Ну... Я не знаю эту вселенную абсолютно. Я знаю, что есть там Вриска вот эта вот, и... Из-за ее ватарки я даже не знаю, как она выглядит, но... Другого я ничего не знаю. Никус, спасибо за тринадцати месяц. Чёртова дюжина. Спасибо большущее. За такую долгую поддержку. Чатик спам, ТППДЖМ. В честь нового Ресаба. Спасибо. Калитину пришлось съесть СМЖ, потому что он потратил все пули. И взял вместо него кластер. Рановато для кластера. Он бы затащил в... В паласе. Да. В лабах может быть очень неприятно с ним. В лабах неприятно. Вот, если кластер падает в... В паласе, собственно, или под конец лаб, то это очень хорошо. Но в лабах могут быть дикие проблемы сейчас. Калитин немножко быстрее проходит. В риске и кластера тоже нету. Да, робот в этом забеге действительно вытащил. Съел кластер и взял сплинтер. Лучше было он выкинул трипл на самом деле. Не заметил, что он съел там то ли Лайтнинг Райфл, то ли Лайтнинг Ганн. Да, Лайтнинг Шотган, по-моему, там был. Вот Райфл как раз таки. Лайтнинг Райфл. Стоп, он ее съел. Это странно. Это странно, она очень хорошо конкрет собака из-за прыжков. Так что можно было ее оставить. Фриско получил прокрутую. О, у него Суперкросс, а Суперкросс. У него снизил, скорее всего, робот, что он не снял. Вместо Лайтнинг Шотгана упал, как раз здесь в прохоне. Время вышло, а рестарты больше не за. Авто Шотган прокрутил в Риске. Калитин не брал прокрутку корону, поэтому у Николана был не прокрут. Да, в Риске вырывается. Соленый слагеря у Калитина. У Вриске сейчас намного лучше стап. Хэвиасуд слагер. Ой, строгий говорю. Хэвиасуд райфл. Хэвиасуд слагеря, я бы посмотрел на это. Блин, действительно, это была бы просто умопровольщительная пушка для убийства боссов. Вы посмотрите на скин в Риске, она дыгается так же, как и Пипи Джем. Я смотрю на чат, смотрю на Бриску, и мне так забавно становится. Тык-тык-тык-тык-тык. Калитин с гатлинг, с лагером. Скорее всего, он не будет способен убить трон так быстро, да. Все-таки робот проиграл. На 6 секунд. На 6 с половиной. Вриска побеждает в первом раунде. Гомосрак, это комикс на 12 с половиной тысяч страниц. Найс. Что ж, второй раунд. Ваш сит 8-3, 8-6. Второй раунд. Идем до трона. 3, 2, 1. Начали. Еще один прекрасный скин. Блин, у меня даже анимации нету. У колес как будто они не крутятся. Почему он так забавно выглядит? Лючер. Так, это у нас Юви у Риски. И у Калитина Плант. У меня иногда ощущение, что Брископ участвует в турнирах просто, чтобы показать свои скины. Что не турнир, что он использует именно их. Вот это анимация ходьбы. Ее нет. У него тупо... У этого скина вообще нет анимаций. Абсолютно. Вы посмотрите, он просто один. Он просто поворачивается в разные стороны, потому что ты мышкой двигаешь. Он такой же ленивый, как и этот персонаж выглядит. Уф. Калитин чуть не взорвался об эту машину, на которую прям подошел. Потому что там скоба была. Вриска немножко раньше прошел. Из-за чьиного преимущества Юви на ранних этапах. А подождите, а у Вриски райфалы упало? С Бигдога? Нет, с Бигдогу не было Сундук, а райфа в Сундуке было. Точно. теперь видно отвертку зачем ты близко взял зачем у тебя гланды у тебя было второе пулевое оружие что самописный скрипт про что ты не проскины ведь калитин опаздывает на половину этажа в риска остается без пуль почти из-за того что остался с отверткой зачем он ее оставил все непонятно теперь выкинул самописный скрипт для скинов вы типа ты можешь любой мод на скину взять и посмотреть как он выглядит типа там просто загружается текстуры заменяются коллектив взорвался машина взорвалась чуть чуть дальше чем он ожидал теперь риска далеко позади почему калитин кикнул кожу смотря что он там брал вместо кожи потому что кожа в педра не не настолько и хороша еще он импакт взял вместо кожи ну да наверное кожа в секторе все таки было бы поважнее импакт максимум в лабах поможет пропустил красный сундук риска около ваульта если он возьмет корону проклятий то смысла не было в этом потому что большой сундук заменяет проклятый так что да он взял порту корону обрез будет удобно хантер убить символе скаем и до подходишь и просто смоляешь 90 урона 120 если точнее по моему он 60 в упор наносит я точно знаю что правая кнопка и в ваншот и твупо ваульта 120 хп lightning rifle в риске я бы на ее на его месте взял бы шотган с ватник рифы поэтому хорошо у него еще и задница но без триггеров огнемет внезапно худшее чуть ли не самое худшее оружие в игре сейчас заходит в риски просто наилучшим образом потому что да именно в лабах огнемет чертовски хорош то самое тот самый прок большого сундука из-за пропущенного маленького на 52 лет этого явно не стоило в риски теперь два шутгана и автошотом можно будет с правой кнопки шмалять очень часто вообще довольно рисковал он поступил что-то взял два шутгана время вышло реставрить больше нельзя он сейчас может очень сильно подробно просесть отвертка отвертка почему-то он не стреляет правой кнопкой типа это не то чтобы что-то особое делает обычно но когда у тебя шутган ты можешь подойти в упор к собаке сможешь шмальнуть правой кнопкой и отойти зачем мы были дышать машинга действительно остался бы с отверткой она хотела хэви машинга для него как слагер как гэтлинг слагер сейчас она кстати почему-то он стреляет с него намного реже чем чем можно было такая на боях да тут к ним там тоже есть блат и вот нинк о боже хорошая идея не активирует трон написать в чат бем и вот-вот в риска убьет почему-то он автошотом не пострелял вообще прикола ради что ли этого прикола ради сейчас хватит на то чтобы умереть мне кажется а нет все таки убил близко побеждают во втором раунде счет 20 третий раунд ваш сид 5 3 7 8 идем садиться на трон 3 2 1 начали близко решил пораньше видимо закончить взял качка все самых сильных персонажей берет глянет лаунчер в сундуке достаточно удобно можно быстро бить бандита какой-то большой оазис врагов немного запутанный какой-то лабиринт в риске новые скины закончились ну вообще-то все эти скины старые им уже больше двух лет еще на первом турнире хотя был ли в риска на первом турнире я не помню на втором точно был и вот там у него все эти скины уже были джунгли довольно опасны тебе у тебя должно быть подходящее оружие спаун должен быть вполне благосклонный чтобы выиграть время не проиграть странный выбор в риске выбрать реген ух минус кальтин там в этом выборе точность была и мускул в риске сейчас побеждает 2-0 так что возможно он выбирает сейфовый путь но опять же реген ну отхилит он 2 хп за весь забег да 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 типа там там забеги до трона сколько там киллов ну не знаю 300 максимум да не меньше наверно даже хэви кросс для в риске удобно мне хантера реально реген сработает за весь забег но максимум 10 раз если очень повезет даже полу то более важные для спидрана чем чем реген фриска в попыхах ищет в аульт автошот вместо папгана отлично жопка или голланды жопка все-таки у клетина лб и лазер пистол что очень хорошо но он все равно очень сильно отстает яростно так перекатывается заруба если слишком много перекатываешься наоборот замедляешься очень быстро да минус красный сундук в риске мы сейчас оружие то и не надо у него уже все хорошо калитин что-то взорвался немножко благо с с не потерял риски кончилась дробь это очень противная ситуация его нужно было изначально аккуратнее идти чтобы не встретить такую ситуацию закачка еще плохо то что у тебя уже всегда автоматическое ты чуть-чуть перри жмешь и стреляет не будешь стрелять старым и будет все печально я бы взял на его месте хави гринейт вместо хави кросса да вполне хави нет явно больше урона наносит пусть и меньше дальности имеет время вышло не реставрить больше нельзя не стал в риска брать лайтник райфла понятно почему потому что на трон будет плохо даже будь лб лайтник рафа для трона все равно было бы плохой миниган вот взял бы гланды вообще странно почему он взял миниган потому что у него у него там на дроби было достаточно хороший запас принципе может все равно он очень хорошо отгонять мне кажется ему не хватит патрона хотя почему это не хватит он просто очень долго будет убивать или кросса а у калитина супер просто откуда-то взялся сейчас было четко заметно насколько плохо самонаводка действует на супер кросс там болты прямо все в бок улетели чуть не слился в риска из-за спама и готова в риска побеждает третий раз подряд 30 четвертый раунд ваш сет 4044 итак четвертый раунд цель капитан 321 начали в сухую был только один один матч прошел в сухую в этом турнире это был в андре с против финзинате он просто его изнасиловал это это было просто 18 плюс контент и нет два матча было я еще с ливанов суху победил а да 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 ревик сливан точно точно вот я про это забыл два матча было сухую уже три ну не говори лук пока не убьешь трон колитин решил забрать оружие которое лежит около бигдога и это того стоило там был поп-ган портал у него появился прямо раньше и колитин сейчас лидирует ювея намного мощнее рыбы по крайней в ранних этапах а в риске по-моему есть еще один скин который собственно с фриской но я не помню на каком персонаже может быть на том же у в колитин немножко задамажился 2 хп у него в риска дышит в спину бонсер шотган стоп колитин а он он сначала пропустил потом уже вернулся понял что нужно взять и сейчас колитину выпадет стресс или триггера это будет очень круто близко с тем же оружием идет вполне очевидный выбор не надо иметь много ума чтобы чтобы до лазер не стал как попасть на турнир регистрация на турнир открывается до его начала следи за новостями о турнире и начинай тренироваться еще до его до его регистрации собственно он проводится каждые полгода и когда я открываю регистрацию то нужно какую-то заявку заполнить выполнить как это называется квалификацию качок так он уж у него много тпс вот и все на ранних этапах оружие когда еще не с не настолько мощная качок выводит лучше всех остальных обоим на 5-2 выпала свой слагер риска чуть-чуть отстает колитин думал думал взял автошот вместо балансера вот у нас лицо у них одинаковые мутации абсолютно тренироваться на турнире лучше не надо запутанные какие-то лабы но при этом врагов немного на секунду я подумал что это не выстрел из лагеря у колитина выстрел автошота с точностью смотрю а точности нет потому что с ювел он быстро довольно приезжается время вышло ревставьте больше нельзя колитин был большой сундук он взял оттуда сплинтер пистол обычно спинтер пистол не настолько мощный но юви правая кнопка все дела болты лица тратит время в риску почему-то вот как-то много лишних движений совершает туда прошел сюда прошел вместо того чтобы просто нырять в портал экспо фрики иногда за стеной бабах от вот такие вот мобил они иногда просто полчаса стоят за углом и ничего не делают а иногда решаются он же бабахнуть если тебя замечают а если иногда бабах и даже если не замечают своевольные твой в ган сейчас был бы неплохой затеей на самом деле потому что нужно пустыню чистить они почти одинаково идут риска немного стоит одинаковые мутации одинаковые пушки даже странно можно перед матчем сходить посрать и благодаря облегчению все сделать да иногда чтобы решить все проблемы нужно не умирать коллектив побеждает в этом раунде счет 3-1 следующий сид 8783 начинается четвертый раунд цель капитан 321 начали ключ в первом сундуке уф коллектив немножко дамажится и неудобный спам для капитан для бандита оба закосячили так в этот раз у коллектива он заполнился получше он вообще не стал брать ключ правильным решением было бы здесь револьвером застрелять колбочку и выйти снизу потом уже только открыть красный сундук бандит бы заспавнился ниже не в этом проеме тупом коллектив вырывается немножко вперед уф что ж ты делаешь он видимо заражил в сундук чтобы заход слапать что-нибудь а там ключ возможно в риска сейчас получит что-то очень хорошее потому что у риски как раз ключ в руках находится и нет бигдог не пускает в риску к сундуку щит помогает там дисковет до отличный набор оружие на первых парах коллектив из бигдога видимо ничего полезного не дропнулась в риски с лагерь это намного лучше и также в риска пошел в крупные джунгли или не пошел может быть он взял просто так вообще со слаги вам в джунгле идти такое себе еще один дискомет вал вал что с этими пушками вообще я бы на месте в риске взял бы дискомет вполне близко понимаешь что не нужно идти в джунгли потому что оружие неподходящее реально если бы в риска взял дисковет с собой то он бы вполне мог пройти джунгли сейчас не нужно не даться него дискомет это хорошее оружие для для пустыни для джунглей для канализации а для скалите суть слагер это очень хорошо и в риске тоже тот же самый слагер в сундуке лежал наконец-то хорошее оружие по-моему едьте вниз убежал а нет вот он где машина держит один хп у калитина сс еще на голове то странно все сделал он коронах лаульту да 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 зачем он чистил этаж вообще там то было колбы рядом вот сейчас в риска сольется да в риска выиграл три раза подряд решил что можно проиграть довольно долго летел хантер что-то у калитина как-то далеко от него прыгают да 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 какая-то странная битва с хантером которая вовсе не битву он какой-то пацифист дабыл флэйм ну уж лучше чем пабга на нет калитина не берет давал флэйм боился портала потом вернулся понял что за флэйм надо взять оставлять пабган но это уже просто слот занимать импакт сейчас немножко вывозит слабым потому что они какие-то густые машинга он серьезно жуть автокросс автокросс сегодня он редко появлялся стоит заметить еще бы болты и он ван пусть и мгновенно все колите наставил дабыл флэйм это ошибка потому что в полосе важно иметь много дамаги у него для пустыни есть импакт а для полоса 1 ты просто не хватит время вышло и рестарти больше нельзя пропускает плазма-райфл и остается забыл флэйм патрона которым он просто не сможет потратить болты будет хорошо если он найдет второе болтовое оружие любое вообще неважно лазер миниган я бы на его месте взял чтобы контролировать баланс потому что да с плечами дабыл флэйм который медленный будет тратиться очень медленно но он уже неважно потому что он все супер слагер под троном это чуть ли не самое лучшее оружие для убийства троном потому что с двух выстрелов уничтожает каждый генератор лучше супер слагера может быть только сфк или или супер базука для убийства трудно разумеется в риске что-то все плохо 1 хпс с нет оружие первого уровня клетин что-то видимо не знает что можно дважды стрельнуть чтобы уничтожить генератор побыстрее зачем-то тянет за стену трон о боже это было неприятно наблюдать у него там дабыл флэйм зачем он за ним идет у тебя же болты камон а это для ход свапов наверное не уверен сейчас посмотрим дабс нас он потратил вот эти вот четыре секунды не знаю три чтобы и же и сэкономить и идет все таки он супер слагер оставляет позади это странно если у него не было болтов еще можно было понять но у него есть болты и к тому же у него есть еще триггеры почему он выкидывает супер кросс непонятно зашает вам никаких проблем точность пропустил будь у него супер слагер точность была бы просто им бой 120 уронов капитана пиум 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 автокроссу в риске откуда он я уже не помню он помог он в сундуке он был на но сундуке да но к на каком этаже не помню на 71 видимо зачем-то коллектив пытается уничтожить ван привычка может да наверное битва с кэпом дабл флэйм коллектива просто вниз тащит сейчас довольно аккуратно боится с капитаном а вот уже делает окей убил коллектив побеждает в этом раунде счет 32 начинается шестой раунд все боссы ваш сид 9256 321 начали все боссы не думал что мы увидим категория все боссы какой-то густой первый этаж кем играл сейчас близко к кристаллам до кристаллам так не надо кое-что проверить так что я на минутку не буду говорить и колесины в риск сливаются никак не могут пройти по-нормальному коллективу очень глупо проход свопал гранатомет да уж хоть слапать гранатомет это такое себе очень противный первый этаж ну зато трипла на бигдоге коллектив алё если ты не двигаешься бандит не может заспавниться тебе нужно двигаться чтобы он заспавнился блин я думал на этом турнире уже все знают но нет может коллектив просто забыл об этом может быть он нервничает на прошлогоднем летнем турнире очень много таких случаев было что люди просто открывали последний сундук стояли и с опинмайндом он не спавнился и рестарту двигаться на дат очень хорошее лицо стресс с вообще самые топовые мутации вписк разница в три этажа ну это все боссы так что у них во первых много времени на рестарт и во вторых время покажет в риска очень дерзко зашел в а ульт чуть не сняли совсем уф один бандит калитина сейчас чуть не за овнял одна пуля 2 пуля восстановил патроны трипл без точности поп ган возьмет ли в риске все нехорошо пуль нет сс тоже набивает хантера с лаком пистолом очень сложно и потратить все патроны он довольно экономный 2 машин гана у калитина серьезно лучше бы пабган можно было ставить трипл еще ладно сомнительная вещь но два машин гана это слабовато 1 как калитин довольно неплохо выходит он отстает всего на один этаж но он не залетел вольт также как в риска это сделал у него луча для этого нет и точного оружия тем более в риске паду проклятый энерджи хаммер и кластер ничего врать не стал наверное правильно да для хаммера как минимум мол бы надо и то он будет сомнительный даже с ним а тут еще и проклятие очень плохая ситуация у калитина патронов нет хп нет а вот хантера умере окей в риске большая колба и надеюсь на разрушит да улыбинг спасибо за фоллоу добро пожаловать ки лайтнинг что там у него пистол лайтнинг пистол у калитина и он его не берет с лб причем калитин если ты останешься с машин гаммами ты далеко не так не уйдешь не вот дойти до дойдешь но не быстро а тут важна скорость все-таки в риске очень хорошие пушки и рейсер с большого сундука и лазер райфл от собаки выпало в риске почему-то пропустил импакт который разнес бы всю пустыню всю свалку но риен тоже неплох для этой категории и рейсер падает по моему с 5 2 или 5 1 где-то там а может даже 4 1 но это на обычные забеги не на спидран калитин взял мускулы вместо ригана уф минус сс неприятно фриска уже более чем на один этаж опережает калитин в этом раунде как-то кривовато все делает в особенности из-за двух машин ганов зачем он их оставил у себя это было не очень хорошее решение фриска приходит на лоб с нулем энергии там столько пикапов было фриска ну правильно фриска сделал что подождал пока трон не потратит как бы свои улезли ей два шара в лицо минус сс зато за стресс запроком сейчас восстановит сс живет фриска а вот калитин нет еще полторы минуты есть на рестарты у калитина есть шанс камбэкнуться да это очень неприятно задыхать на троне призрачный но шанс все еще есть калитин решил пойти стабильным путем без уазиса он пошел со второго этажа в лазис а что тоже прикольно потому что смотрите он сдох то есть оружие было такое себе и если ты изначально пройдешь в лазис со второго этажа у тебя как бы будет пассивка робота фактически и возможно что некоторые пушки скорее всего изменится из-за одного одной сложности также он пропускает красный сундук в 11 что позволяет ему запропать шанс на большой сундук то есть по уму все делает молодец не отчаивается в риска взял квадру и со стрессом все патроны потерял стресс квадры и триплей это такая себе затея время вышло рестарты больше нельзя кажется калитин просрал шанс на оазис и так как рестарты больше нельзя да в риска если ты будешь еще больше писать чат в чат тут ему у него действительно будет шанс в риск ведь не будет сейчас само убиваться оба что то ну давайте если в риска будет опережать калитина на целый луп то засчитаем автовин потому что действительно калитину здесь нет возможности без уазиса дойти за пять минут до лупа а если потом еще аномалия будет в риске то там уж совсем нельзя будет перегнать пока что калитин на 14 локации опаздывает на 14 этажей чего без уазиса он решил стабильно идти но провалил шанс на него тем временем риска собрал мету без плота надо убить всех боссов быстрее да кстати но на прирубе все равно что сводится что без него в риска вполне может закосячить под конец пропустить пропустить уазис уазис пропустить штаб или умереть вовсе пять минут стартует или пропустить пулю в лицо пять минут калитину у тебя есть пять минут чтобы пройти до от 3 1 1 иначе ты проиграешь нет да ну по скорее всего калитин успеет дойти но вот до 2 1 Ему надо сейчас со всех ног мчаться Пять минут это вр на все зоны если че То есть у него там уже было две с половиной может быть минуты да Да если бы Калитин чуть-чуть больше времени имел То он бы пошел в лазис и был бы сейчас намного раньше Намного позже в смысле он не успел Что значит не успел Пока что он идет Три с половиной минуты у него Сейчас он супер саяна включит смотрите Ему надо больше боссов убить Кстати да кстати да Вриска не убил босса Калитину нужно убить мамку Фактически Все верно все верно Калитину не нужно идти на 3-1 Калитину нужно просто убить мамку Как бы пройти дальше по прогрессу относительно в риске Все правильно Две с половиной минуты Я не помню какие там лабы Лабы немножко большие да Если бы были быстрые лабы Но нет все таки Калитин не успевает Много времени в лабах убивает Нужно ровно 30 секунд на то чтобы заспавниться на 7-3 и активировать трон Так что Калитину уже не успеет Вриска побеждает в этом раунде И в этом матче 4-2 Калитин выходит из турнира Вылетает в риска Еще увидимся Матч завершен Окончен